Ура, товарищи! С Новым годом! Ура! С Новым годом! Давай чокнемся, выпьем понемногу. С Новым 64-м годом! Ура! Отлично! И этот Новый год с вами встречают Народный артист России, зауряд государственной премии Юрий Петрович Любимов. Народный артистка Советского Союза, зауряд государственной премии Грузии, Дани Брегвадзе. Ректор Российского государственного гуманитарного университета Юрий Николаевич Афанасьев. Народный артист России Михаил Казаков. Певица Нина Бродская. Артисты театра на Даганке, Борис Кмельницкий и Анатолий Васильев. Заслуженный тренер Советского Союза, Станислав Жук. Наш автор-драматург Виктор Славкин. Наш архивариус Евгений Хорошевцев. Очень представительная у нас сегодня компания. Кажется, что ей говорить. Приятно встретить Новый год в таком коллективе. Конечно, все наши зрители, кто сегодня в этом зале, тревоги экраном своих телевизоров. С Новым годом! Много веселья принесли ребятам каникулы. Много замечательных людей побывало у них в гостях. Самая волнующая встреча произошла в эти зимние дни в московском Кремле. Фидель Кастро! Почетный гость нашей страны, приехавший в Москву по приглашению Никиты Сергеевича Хрущева, пришел к ребятам, чтобы передать им привет от детей Кубы. Есть! Достал! Спасибо, спасибо! Все, спасибо! Достал! Фу! Московский театр на Таганке. Белый этаж, боковое правое. Рубль 80. Сумасшедшая вещь. Фу! Непростое дело достать билет на Таганку в 64-м году. Это практически всем известно. К этой теме мы еще сегодня вернемся. А пока я предоставляю слово автору нашей программы, Виктору Ильичу Славкину. Мы уже говорили, что вот в 64-м году произошло некоторое оживление театральной жизни, такой бум театральный в связи с такой относительной либерализацией, оттепелью и так далее. Вот давайте в качестве разминки вспомним, в какие театры трудно было попасть. Таганку, это уже говорили. Массовета Маяковского, современник. А вы попадали? Я попадала, да. А как вы попадали? Я всегда попадала. Каким образом? Потому что я работала в правительстве. В правительстве кем? Это не скажу. Сейчас я буду. Работа в правительстве секретная, работа. Пожалуйста. Я считаю, что одним из тех театров, в которые трудно было попасть в 64-м году, был театр Ленинского комсомола. Туда тогда недавно пришел Анатолий Эфрос. Если вы спросите, как мы туда попадали, было два способа. Первый, на лишний билет. А второй тоже проверенный, тоже надежный. Нужно ехать первой электричкой метро, занимать очередь в кассу, в дни продажи билетов, отмечаться в те часы, когда есть перекличка, и билеты в зал были гарантированы. Настоящий человек. А еще какие? Вот, пожалуйста, пожалуйста. Можно было познакомиться с кем-то из молодежи, работающей в театре, со святителями, например. Вот у меня был такой способ. И они уже проводили в театр. Вот так, в частности, я ходила на таганку. Так, пожалуйста. Через трубы, да? Через подвал. Мне очень стыдно, но мы рисовали билеты. Покупали на другие числа и рисовали. Я ждал, когда кто-нибудь скажет этот криминальный способ. У меня был товарищ, который сказал мне, что в музее внутренних дел, или какие там хранится билет, как экспонат, им нарисованный. Он был скульптором. Подождите, но видно же, что он нарисован. Была подруга художница. Нет, мы даже делали с самого начала тетрадный листок, брали синий. И с самого начала все мелким шрифтом. А они, знаете, с чем что брали? Они покупали сахар, он был в синих пакетах. А, может, да. И это точно подходило под билеты. А вот никто не сказал магического слова «нагрузка». Билеты были с нагрузкой. Кто ходил таким способом? И что давали в нагрузку, скажите? Я в то время в Москве не был, служил далеко. А когда приезжал, только этим и пользовался. То есть получалась переплата. Приходилось в Ахтанговске, в частности, брать. Даже не помню, куда. А вы на второй билет ходили? Нет, я говорю, нет. И не помню, куда даже давали. А что, а кого ловили без билета в зале? Не признается. Извините, пожалуйста. Я честно вам скажу, я прошмыгивала. Вот где угодно я могла прошмыгнуть. Вы меня извините, конечно. А очень похоже. Вот напором, да. Похоже, да. Потому что я сама актриса. И я знала, как и что можно в уловить момент. Все, спасибо. Спасибо, разумеялись. Спасибо всем театралам, которые сегодня в этом зале. А теперь, внимание, 64-й год. Юрий Петрович, на сцену. Мы перед спектаклем не пьем. На сцену, пожалуйста, Юрий Петрович. Садитесь. У тебя бойки же уже заканчивается. Так, телеоператоры готовы, звукооператоры готовы, все готовы. Пора начинать. Давай про баранов. Как вы догадались, Юрий Петрович? Про баранов. Стихи Бертольда Брехта, перевод стихов Бориса Слуцкого, музыка Бориса Хмельницкого и Анатолия Васильева. Зонг о баранах. Шагают бараны в ряд, Бьют барабаны, Кожу для них дают Сами бараны. Меня учили в школе, Закону мое не твое. Когда я всему научился, Я понял, что это не все. У одних был сытный завтрак, Другие кусали кулак. Вот так я впервые усвоил Понятие классовый враг. Шагают бараны в ряд, Бьют барабаны, Кожу для них дают Сами бараны. Потом порешило начальство Республику создадут, Где каждый будет свободен и сыт, Учен он или худ. Тогда голодный и битый Очень восриковал, Но толстопузый и сытый Тоже не унывал. Шагают бараны в ряд, Бьют барабаны, Кожу для них дают Сами бараны. Сами бараны. Сами бараны. Браво! Представляю себе, какое впечатление Предводили эти стихи, Эта песня в 64-м году. Пожалуйста, Толя, Боря, Туда, Юрий Петрович, На табуретку, которая у вас за спиной, Садитесь, пожалуйста. Это моя. Это я привык. Итак, я хочу вам напомнить. К табуреткам я привык. Что и мы тоже. В 64-м году, 23 апреля, Случилось событие, Которое оказалось сильнейшее, Колоссальное, и может быть, Даже главное влияние На развитие отечественного театра В 20-м веке. В оставшееся от 20-го века, От 64-го года время. Открылся Московский театр на Таган. Но, как известно, Дело началось несколько раньше. На третьем курсе Щукинского училища Профессор, или тогда еще не профессор? Кто? Вы. А я сейчас не профессор. Поставил Юрий Петрович, В качестве худрука этого курса, Ставит Брехта. Нет, я не был худруком. Даже не были? И не профессором, и не худруком. Педагог заруб в час. Нормально. Нормально. Нормально, согласитесь. У нас все нормально. Так вот, после этого Юрию Петровичу предлагают возглавить безнадежный абсолютно Московский театр драмы и комедии на Таганке. Безнадежный во всех отношениях. Еще и место, между прочим, не центр, рабочий район. Место считалось совершенно невыгодным. Нет, было очень выгодно. Мы должны были еще заплатить 70 тысяч долг, долг государству. И мы выплачивали этот долг. То есть для государства было выгодно и место? Для государства было выгодно и место. Скажите, пожалуйста, чем в 64-м году определяется выбор Брехта? Я руководствовался целью учебной, профессиональной. Мне казалось полезным для господ студентов иметь такой контакт с публикой через этого своеобразного драматурга. Вот и все. На самом-то деле, разве не привлекала ли вас, скорее, публицистическая сторона этого дела? Нет. Неужели? Нет, абсолютно. Есть блокноты агитаторов, газеты. Меня только занимает в этой жизни искусство. Да, но искусство, которое... И моя профессия, искусство... Зывает баранов баранами. Искусство... Это Брехт. Брехт так у нас в рубрике, что ли, создателей политического театра. Но Брехт это эстетика. Форма там притчевая. Новелла, типа библейских новелл. Библейских притч. Все значительно сложнее. А прошмыгнули мы случайно. Оттепель кончалась. И мы вроде последнее прошмыгнули в дверь. В дверь и захлопнулось. И, к счастью, нас не ударило по лбу. И мы смогли выплачивать долг. И работать. Что мы начали делать? Скажите, пожалуйста. А когда они очухались, то сразу закрыли. Потом открыли. Потом опять закрыли. Потом меня выгоняли. Раза три. Я слышал, что когда доброго человека первый раз запретили, вам предлагали играть в Дубнееву. В физике. И вы отказались от этого. Нет, мы не отказались, а играли. Потому что закрыла мне спектакль. Первый раз кафедра. Мои коллеги с печатью сказали, что этот спектакль не отражает... Школы вахтанговской и русской школы. Брех чересчур рационален. А наша эмоциональная русская школа этого не выносит. Но потом меня поддержали, кстати, как Яблочкина говорила, покойная, царство небесное. И рабочие, и рабочие. Да, да, да. Известная история. Меня хотели закрыть рабочими, а рабочие пришли и жгут руку дирекции. Говорят, вы знаете, интересно, у нас бы в цеху это сыграли. Завод с панкалит и все бы молодцы. Да, да. И борец два завода. И они жали руки ректору, профессорам. И поздравляли их, кто закрывал. Ну, конечно. И поздравляли их, что им это надо. Годиться. Ну, интеллигенция поддержала, конечно. Вы выпускник Щегинской школы. Да. Вы герой, там, кубанских казаков, Робинзона Круза. В общем, фильмов тех лет. Вас... Чего с голоду не заиграешь? Да, это понятно. И тут никто вас... Я даже не иронизирую по этому поводу. Я о другом сейчас говорю. Откуда взялась тяга, страсть и, главное, знание того, как делать новый амангарный, что ли, театр? Это другая цена школы, ведь учили ей и артистов. Видимо, каждый человек что-то хочет сделать по-своему в жизни. Вот и все. Я считал, что плохо учат. И сейчас считаю, что учим мы плохо. Поэтому я сразу хотел по-другому учить. Чем я занимался все время до сих пор. На первом спитакле Таганки бывали Шостакович, Эрдман, Флеров, Пантекорва, ну, естественно, Ахмадулина, Ившенко, Вознесенский. Копийца. Копийца. Можно список продолжать бесконечно. А есть ли в этом зале кто-нибудь, кто бывал на Таганке тогда, в 64-м году? И только Лоренс, Оливье было. Не так мало. Ну, пожалуйста. Вот у меня есть программка. Бу, трогайте. Программка 3 марта 64-го года. Это еще было... В училище. Еще в училище. И тогда уже это было потрясение. Потому что для нас, вот для студентов тогда, было это совершенно ново. И особенно построение спектакля, вот кульминация его, и потом финал. Я почему-то очень хорошо помню финал, просто мурашки по коже были, когда вот все кричали, плохой конец заранее отброшен, он должен, должен, должен быть хорошим. Это дважды повторялось. Если что-то добавить к этой информации, а не просто похвастаться, что был к Таганке. Пожалуйста. А вот в зале у нас человек, который, собственно, я так понимаю, организовывал спектакли в Дубне. Да, это... Я обычно представляю так, в высоких кабинетах. Я Щеглев из Дубны. Юрий Петрович, если вы меня узнаете, вот этот значок вы подарили мне, как члену вашего театра. Да. Я помню, в 63-м году, когда вы только-только этот студенческий спектакль организовали, я приехал, мне досталось случайно билет, а потом я выпросил, у вас 20 билетов. Повез их в Дубну, пришел Герой Николаевич Флёровый и говорю, Герой Николаевич, надо сам ехать. Вы увидите, что это такое. А он говорит, нет, я Коле отдам, сыну. Я говорю, тогда вы билеты не получите. И, значит, уговорили его, потом, помните, вы приехали в Дубну, да, весь этот замечательный коллектив. Пошли на циклотрон, Боря Хмельницкий. Боря, ты помнишь? На 104-й элемент. Ты залез на груду железа, да, и читал, be or not to be, да. Так это было. Юрий Петрович, у меня последний вопрос. Последний, мы поняли. Приготовьтесь, уходите. Ну, время телевидения, вы знаете, что такое. Время, время, деньги, время, деньги. Вас, ну, если не защищали, то, во всяком случае, своим авторитетом как-то поддерживали. И Капица, и Флёров, и вот все эти академики, все эти орденоносные люди в иконостасах, которые делали бомбу, кто есть, как бы... Капица не делал. Нет, не делал. Ну, я говорю о других, я его поэтому назвал отдельно. Они делали бомбу, они создали эту державу страшную, опасную для всего мира. Они были её обласканы. И они прекрасно понимали, какую, ну, опасность, на самом деле, представляла собой таганка для этой самой державы. И они поддерживали вас. Что это было для них? Ну, видите ли, например, Андрей Дмитриевич, конечно, у него был комплекс вины. И он старался его загладить. У Капица не было этого комплекса вины. Поэтому он мог сказать, бери и по телефону. Тот сказал, вы мне нужны, срочно приезжайте ко мне. Он говорит, ну, если я вам нужен, вы и приезжайте ко мне. Ну, тот взял её и посадил на 9 лет под арест. Но убить не посмел. Видимо, голова Капицы принадлежала только Сталину. Там вещи за этим кроются глубокие и не такие простые. Поэтому мы вам испели насчёт «Шагают бараны в ряд». Бараны не шагали все в ряд. Большинство шагало. Это грустно очень. Но в результате мы и рухнули. Я хочу воспользоваться моментом и сказать то, что важно не вам, а мне. Потому что у меня, может, не будет никогда больше возможности вам это сказать. Я помню, что от вас, от ваших актёров, от спектаклей было почти жуткое ощущение тайны, которую все знали, вот те, кто на сцене, а её хотелось разгадать. Разгадать было невозможно. Это волновало и возбуждало ужасно. И вот это было счастье нашей, моей, моей, не надо, моей молодости. Я ходил на таганку и выносил одну, и приезжал домой с сумасшедшими глазами. Я благодарю вас за это. Это на всю мою жизнь отложило огромный отпечаток. Спасибо. А теперь, пожалуйста, зонт. Какой? Они споют зонт на слова Цветаевой. Вчера ещё в глаза глядел, А нынче всё косится в сторону. Вчера ещё до птиц сидел, Все жаворонки нынче вороны. Я глупая, а ты умён, Живой, а я остолбенелая. О, вопль женщин всех времён, Мой милый, что тебе я сделала? Вчера ещё в ногах лежал, Равнял с китайской державой, В раз в обе рученьки разжал, Жизнь выпала копейкой ржавою. Вчера, увозят милых корабли, Уводит их дорога белая, И стон стоит вдоль всей земли. Мой милый, что тебе я сделала? Вот что ты, милый, сделал мне. Мой милый, что тебе я сделала? Вот что ты, милый, сделал мне. Мой милый, что тебе я сделала? Театр Заганки, 64-й год. Большое спасибо, Юрий Петрович, Спасибо, Боря и Толя. Спасибо. Браво и многое лето вам и вашему театру. Куда несётся это племя молодого? Чего она хочет? Кого славит? Жители английской столицы приветствуют битвусов, Которых королева наградила сегодня орденами Британской империи. По утверждению сведущих людей, Эти четыре молодых человека с экстравагантными прическами Принесли английской казне дохода больше, Чем знаменитая фирма Роллс-Ройс. Такое искусство не могло остаться невознаграждённым. Битвусы объездили, едва ли не весеннее. Как у каждых избранников моды, У них мгновенно возникли подражатели, Приводящие своё поколение в состояние лёгкого помешательства. Молодые зрители благодарны за два часа наркотического искусства, За пусть недолгий побег из мира, От которого они не ждут снисхождения. Вот он, двадцатый век. Это его музыка, его ритм. Зрителю уже мало видит и слышит. Он хочет сам участвовать. Сам хочет испытать завораживающую власть движения. Зритель хочет танцевать. Ну, надо сказать, что это хроника не 64-го, а 65-го года. Хроники, относящейся к 64-му году, в нашей стране нет. Слово нашему архивариусу. Я хочу сказать, что в то время наши газеты и журналы И журналы писали о Битлзе только вот в таком тоне. Эти потлатые юнцы имеют одну задачу – Кривляться и орать как можно больше. Или громче. Они осмеливаются выступать, зная всего три аккорда. В переводе на русский «Битлзы» означают «жуки». Не будем уточнять, какие. Чтобы считаться музыкантами ливерпульской четвёрки, Не хватает ни вкуса, ни культуры. Поэтому мы увидим, что в веках будет недолг. Вот так писали газеты в 64-м году. Итак, в начале 60-х годов в Ливерпуле раздался такой мощный взрыв, Что даже до нас дошли брызги этого взрыва. В эти годы, в 64-м году, до нас начала докатываться волна битломании. И в Москве в 64-м году уже были люди, которые знали, что такое Битлз. Знали репертуар. И даже была группа, которая называлась «Соколы». Потому что размещалась она на «Соколе», и которая пела Битлз. Меня это просто потрясает. Я прошу подняться в зале Юрия Ермакова, участника этой группы. Здравствуйте. Мы вас приветствуем. Мы приветствуем ваш тогдашний социальный героизм. Скажите, пожалуйста, вот как технически это осуществлялось? Инструменты, клавиши, как это тогда? С дорогим удовольствием, и где это брали? Мы натянули тогда, не имея никаких абсолютно ни инструментов, ничего. Скажем, вот у нас поехал наш барабанщик в Воронеж, почему-то мы узнали, что там есть гитары, и привез оттуда первую электрическую гитару. Это была как фантазия, это была сказка совершенно. Электрическая настоящая. Это нашего производства, да? Нет, ГДР, ГДР, конечно. ГДР, ну сильная вещь. Да, это фирма, это уже фирма. А сколько вам лет было тогда? Нам было по 20 лет тогда. А, то есть вы уже зарабатывали сами на это? Студенты, студенты были студенты, но были мамы и папы, которые нам спонсировали, спонсоры у нас были такие вот, в виде мам и пап. А клавиши? А клавиши наш клавишник Слава Черныш купил на свои деньги. Орган юность, это фантастика, это все музыканты прошли через этот орган. Сколько себе, столько стоил? Он стоил 500 рублей, ровно. 500 рублей, ну страшно. Большие, большие, хорошие деньги, да. И вот мы сделали, решив создать ансамбль, ну скажем так, не хуже, чем Битлз. Вот у них в Англии Битлз, а в России, в Москве будет группа Сокол. Вот мы и так вот такую задачу поставили перед собой. Вы легализовали каким-то образом свою группу? Никаким образом. Не прописали себе? Это абсолютный андеграунд. Я вот почему удивляюсь, почему у нас 5 лет терпело государство в те годы. А происходило таким образом в 11 часов утра, в 10 в 11 утра, был звонок домой. И, например, там институт такой-то просит вас провести у нас концерт. Или выступить на капустнике, там вот такие вот вещи были. Устный журнал тогда была, модная форма такая. Ну и вот мы выступали по всяким организациям, непонятно как. Они узнавали, ну, видимо, молва, знаете, в то время-то как происходило. Вы за деньги работали? Да, конечно, за деньги, а как же. Ага. То есть вы нарушали закон? Выходили под статьей? Абсолютно. Мы были за гранью, вообще говоря, от этих законов. Юра, скажите, пожалуйста, а вы при инструменте сейчас? Сейчас я нет. Вот Слава, Слава, что не устраняется. Слава, мы сейчас с вами поговорим. Может, одолжите на минуточку? Вот что-то из репертуара 64-го года? Из Соколиного репертуара 64-го года. Соколиного. Потрясающе. Слово просит Виктор Славкин. Вы знаете, я в 65-м, не помню, в эти годы, я был на концерте «Соколов». Вы знаете, это меня поразило, во-первых, по звучанию, по словам, но был один момент, который я запомнил до сих пор. Это было пронзительно. Вдруг между номерами кто-то из вас, ну, может быть, вы, подошел к микрофону и сказал, «Дорогие товарищи, сегодня великий день. Сегодня день рождения Пола Маккартни». Я обалдел, потому что 90% страны не знало, кто такой Пол Маккартни. А эти люди не только знали, но уже отмечали день рождения. И это я запомнил, кроме того, в этом была политическая смелость. Вот это я помню, спасибо вам за это. Вы меня тоже образовали, так сказать, и сподвигли. Я хочу обратиться к Вячеславу Малежику. Вячеслава, здравствуйте, поднимитесь, пожалуйста, покажитесь. Покажитесь своему народу. А вопрос какой? А вопрос такой. Как доставали тексты, мелодию, диски, пласты, как их называли? Ну, дело в том, что в Москве информация все-таки поступала довольно так быстро. Очень много детей было, всяких дипломатических работников привозили с пластинки. А тексты, ну, просто как и гармония, они снимались. Снимались с магнитофона. Потом все были, знаете, в радиоприемниках, слушали BBC «Голос Америки». Я, например, постоянно там сидел и слушал, появилась пластинка «Битлз Хелп». Я на другой день переписал «Естоды» в исполнении Пола Маккартни и быстренько как бы разучил. Ну, что, на другой день после чего? А после того, как вышла в Англии пластинка. Я подчеркиваю, да, все поняли. На следующий день, после того, как в Англии вышла пластинка, вышла в Малежик в Москве. Значит, да. Переписывает слова, снимает гармонию, ее исполняет. То есть, железный занавес был проницаем. Ну, на самом деле, вот здесь, я немножко не согласен с Юрой Ермаковым. Ну, да, наверняка, вот, бит-клуб, который был организован и функционировал в кафе «Молодежном», где был джаз-клуб на улице Горького, где сейчас, ну да, это попозже было. На самом деле, все это было сделано органами для того, чтобы нас всех переписать. Это была довольно забавная ситуация, когда нас попросили принести три фотографии. Значит, как потом мы рассчитали, одна фотография пошла, значит, нам на членский билет, одна, значит, в картотеку клуба, а третья. Вот. Во всяком случае, когда нам нужно, в нашей стране, я имею в виду, Советскому Союзу было показать о том, что мы свободные люди, то неожиданно мы начинали вдруг петь по-английски, выезжали в Болгарию, там, Чехословакию и показывали, какими вот свободолюбивы господа. И приходили к нам болгарские и, опять же, чешские музыканты и польские говорили, а вот нам запрещают по-английски петь. А мы вот запросто вот там всякие... Слава, спойте, пожалуйста. Спойте, мы вас спросим. А что спеть? Ну, из того репертуара, конечно. Битлов. Помоги. Ну, из того... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О Битлз можно говорить бесконечно, но 64-й год продолжается, и мы газим свет и смотрим хронику. Есть города, в которые нет возврата. Солнце бьется в их окна, как в гладкие зеркала. То есть в них не проникнешь ни за какое злато. Там всегда протекает река под шестью мостами. Там есть места, где преподал устами, тоже к устам и пером к листам. И там рябит от арка, от колонад, от чугунных пунгал. Там толпа говорит, осаждает трамвайный угол на языке человека, который убыл. Введите посудимого. Значит, я нарушу... Можно здесь стоять, да? Значит, я нарушу немножко сценарий. Дело в том, что тут хотели разыгрывать суд над Бродским. Мы посовещались, те люди, которые знали его в большой степени, как Яков Гордин или там Найман, Анатолий, я совсем немного. Но сегодня мы люди того поколения. И решили, что разыгрывать суд над Бродским пошло. Согласен. Не будем разыгрывать. Давайте просто поговорим о Бродском. Все равно мы никуда не уйдем, а тема суда над ним. Стихи Бродского ходили по рукам. С конца 50-х годов я был в современнике. Передавались эти стихи. Я не знал лично Иосифа Александровича. Я не знал даже и Яшу. Мы с ним не были знакомы. Ходили стихи Бродского. Конечно, их и печатали. Страна не знала. Страна, по-моему, и сейчас не знает. Но не в этом дело. Страна все-таки не знала, да? Страна не знала. Он был широко известен в узких кругах. Короче говоря, стихи ходили. Пилигримы уже знали. В Ленинграде знали. Пополучше, потому что он там жил. И вот, значит, самое, как гром среди ясного неба. Суд над поэтом, который родился, в отличие от многих нас, зрячим. Я вообще убежден, что гении рождаются зрячими. Вот в чем дело. Рождается молодой человек и уже 18 лет пишет на таком уровне сознания, до которого многие и сегодня еще не петрят на этом уровне. А это было непонятно. Это бесило. И на другом эстетическом уровне. А вообще, надо сказать, что эстетическое неприятие всегда вызывает большую злобу, чем политическое неприятие. И вот его... Спасибо, что у вас в руках. Я хочу показать, что у меня в руках. Значит, в 65-м году, в 64-м году был суд. А ходила стенограмма, но боялись же передавать ее. Могли посадить за это дело тогда. Все это было. Ну, читали, конечно. И вот я в 65-м году, я жил в Москве, современник был приглашен в посольство американское, в Белый дом, на собачьей площадке, к американскому посланию. И вот я так пью, так сказать, виски, орешки, сигареты, курим. Значит, и вдруг я так к книжной полке подхожу, и на книжной полке, смотрю, стоят вот эти воздушные пути, как потом выяснил, альманах. Много-много этих самых книжечек. Я так тихенько взял, смотрю, боже мой, так листаю. И в том числе тут Ахматова, Мандельштам. Раз! Заседание суда Дзержинского района города Ленинграда. Процесс над Бродским Фридой Вигдоровой, который был издан в 65-м году. Я так эту книжечку раз. Это она та самая, да? Это она самая. И, значит, я отошел, но тут незаметно. Ну так, профессионально это стебрил. Вот. И думаю, только мне пройти, чтобы милиционер меня не остановил. Понятно, что эти книжечки не случайно в больших количествах стояли у американского этого самого советского. Сейчас это все... Бродский вообще бы, я когда шел на это выступление, я думаю, вот Бродский бы, он не любил, когда вспоминали про этот суд. Вообще его даже стало раздражать это все. Потому что такое ощущение, что суд ему сделал карьеру. Да не, не сделал. Не было бы этого суда, он был бы великим поэтом. Или был бы этот суд, он все равно был бы великим поэтом. Просто они помогли ему сделать судьбу. Ахматова это сказала, я что-то помню. И вот, конечно, замечательный диалог, который не надо инсценировать, он и сам выразителен. Судья Савельева. Судья, чем вы занимаетесь, Бродский? Пишу стихи, перевожу. Я полагаю. Судья, никаких я полагаю. Стойте как следует. Не прислоняйтесь к стенам, смотрите на суд. Отвечайте суду как следует. У вас есть постоянная работа, Бродский? Я думал, что это постоянная работа. Судья, отвечайте точно, Бродский, я писал стихи. Я думал, что они будут напечатаны. Я полагаю. Судья, нас не интересует, я полагаю. Отвечайте, почему вы не работали. Дальше, значит, она задает эмоции. Просто смешно читать. Комедия какая-то. Вот, судья, ваш трудовой стаж. Бродский, примерно. Судья, нас не интересует примерно. Бродский, пять лет. Судья, где вы работали, Бродский? На заводе, в геологических партиях. Судья, сколько вы работали на заводе? Бродский, год. Судья, кем? Бродский, фрезеровщиком. Судья, а вообще, какая ваша специальность? Бродский, поэт. Поэт-переводчик. Судья, кто признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам? Бродский, никто. А кто причислил меня к роду человеческому? Вот ответ. Вот уровень. Судья, а вы учились этому, Бродский, чему? Ну, судья, чтобы быть поэтом, не пытались кончить вуз, где готовят, где учат Бродский. Я не думал, что это дается образованием. Судья, а чем же Бродский? Я думаю, это от Бога. Вот и все. И не надо тут... И в это время, уже в это время написано. Представьте, ну сколько ему? 64-й год, значит, ему 24 года, да? Ну, к примеру. Первое, что приходит в Бог. В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, Овсюду он освещает кровлю и посуду, и честно двери делит пополам. В деревне он в избытке, в чугуне он варит по субботам чечевицу, Приплясывает сонно на огне, подмигивает мне, как очевидцу. Он изгороди ставит, выдает девицу за лесничего И в шутку устраивает вечный недолет Объездчику, стреляющему в утку. Возможно же все это наблюдать, К осеннему прислушивая свисту. Единственная в общем благодать, Доступная в деревне атеизму. А считать его можно, считать его можно бесконечно. Но это конечно по тем временам. Судьба его известна, судьба его гениального человека 20 века. Мы должны гордиться, что мы жили в одно время с ним. Михаил, я в этом время хочу... А, простите. Здесь вот одну вещь, вот мы так вот улыбались, смеялись над этими ответами судьи и Бродского. Я не смеялся. Нет, ну не вы, не вы, я не имею ввиду вас. Но тем не менее был приговор, и вот я хочу его огласить. Бродский систематически не выполняет обязанностей советского человека по производству материальных ценностей. Суд применяет к нему указ от 4-5-61 года. Сослать Бродского в отдаленные местности сроком на 5 лет с применением обязательного труда. Вот и весь смех в то время, да? Какой смех, конечно. Сейчас я говорю смешно, просто уровень мышления судьи. Конечно. Вот что смешно. Спасибо, Михаил Михайлович, спасибо, Женя. Спасибо. Спасибо вам большое. А я обращаюсь к редактору путербургского журнала «Звезда», старатнику, другу, близкому, знакомому Иосифа Бродского, Яку Аркадьевичу Гордину. Добрый вечер, Яку Аркадьевич. Добрый вечер. Вы же к нему туда ездили, в эту ссылку, да? Как это, когда он себя чувствовал, как он там жил? Очевидно, по-разному очень. Понимаете, это не воспринималось как трагедия, это все-таки был не лагерь, это была не тюрьма. И жить там было можно. А где это было? Это Архангельская область, деревня Норинская. Такие очень унылые места, мелкий болотистый лес вокруг, небольшая деревенька северная с такими огромными избами темными. Он был разнорабочим в этом колхозе, там делал чего надо было, там силы сгрузил. Там вот мы когда приехали, мы помогли ему, чтобы выполнить дневную норму. Он тогда перелопачивал зерно в амбаре, чтобы оно не грелось, не горело. Вот он должен был, значит, у него такое было задание. Мы приехали вдвоем с нашим общим другом Игорем Ефимовым, писателем ленинградским. Какое настроение у него было? Какое он было силы, пересерпливал? Естественно, настроения у него бывали разные. Ведь он тогда думал, что это пять лет. Он не знал, что будет полтора года в результате сложных международных комбинаций. Конечно, это было очень тяжело. Конечно. И это особенно очевидно было, когда мы стали уезжать. Это было необыкновенно тяжело, потому что видно было, как ему не хочется оставаться там одному. Понимаете, ну если Александр Сергеевич Пушкин, живя в барском доме, с очаровательными тригорскими барышнями за три версты, сходил с ума от тоски в Михайловском, то можно себе представить, какие бывали настроения у Иосифа. Хотя, повторяю, это скорее было психологическое испытание, чем физическое. А как к нему местные жители относились? Дело в том, что он был человеком необычайно демократичным. Не в смысле понебратства и амикошонства, а в смысле естественности поведения. Для него не существовало, так сказать, сословной или какой-нибудь другой иерархии. Поэтому отношения у него быстро стали очень хорошие. И вот недавно мне прислали из Архангельска газету тамошнюю, где интервью с его хозяйкой, у которой он снимал полдома. Хозяин Пестерев уже умер, а это уже очень немолодая женщина. Она говорит о том, что вот он ей, когда уже стало ясно, что он уезжает за границу, он ей прислал по почте крестик золоченый. И она его носит и собирается лечь с ним в гроб с этим крестом. Вот момент отъезда, как это происходит? 11 мая 1972 года его вызвали в городской Авир и предложили уехать. Ему смертельно не хотелось уезжать. Это я могу сказать совершенно определенно. Но было очевидно, что предлагается достаточно ясный выбор. Или вы уезжаете, или, так сказать, мы не отвечаем за то, что будет дальше. Как раз так получилось. Я живу недалеко от этого Авира, и он пришел к нам сразу после этого визита. Он был в очень скверном состоянии. То есть это не была официальная высылка, но он был поставлен перед вот таким достаточно жестким выбором. Я благодарю вас. Бродский казался многим человеком высокомерным. Насколько я понимаю, казалось, что он плохо относится к окружающим, что он эгоист в высшей степени, и что в этом смысле он как бы здоровее прочих. Так или иначе, он умер в позапрошлом году в возрасте 55 лет от третьего инфаркта, ответив этим самым на многие вопросы и сомнения, что ли, в тонкости его организации, я бы так сказал. Из-за его слова, как раз общаться, понимаете? Писатель Рыбаков тоже пишет о высокомерности Бродского. На самом деле, этого высокомерности не было. Он был человек естественный. И говорил в общем, так сказать, то, что думает. А это всегда раздражает. Когда человек свободно говорит то, что думает. И он был остроумный, язвительный человек. И поэтому у многих было ощущение, что вот он, так сказать, как бы сверху разгадывался. Ну, значит... Я могу его понять. Я понимаю, что Бродский в это время существовал на других уровнях. Поэтому ему и проза Рыбакова, дети Арбата, не слишком пришлись. И он назвал ему кулатурой. Понимаете? А, так сказать, о чем пишет сам Рыбаков? И я совершенно спокойно отреагировал на то, что фильм «Вся королевская рать» много хуже романа Пэн Уоррена «Вся королевская рать». Слава Богу, у меня мозгов на это хватило. Спасибо. Спасибо. Так, унесите, пожалуйста, ребята, все это. А вообще, судьба иногда откалывает какие-то иронические штуки. В 64-м году эта фамилия ну, принадлежит не только великому и загадочному поэту, но и вполне светской и удачливой в этом году даме. Вот, смотрите, что это такое, узнаете? Что это такое? Не видно, да? Кругозор, конечно. В 64-м году начинает выходить единственный, кажется, единственный в мире журнал с пластинками. Многие ведь вырезали эти пластинки, правда? Помните, да, вот это вот? Вырезали, хранили. Они сейчас здесь беленькие, мы жили первые номера. Здесь еще Лидия Клемент, боже мой. А потом здесь стали голубенькие такие, и они у меня даже где-то еще валяются. Даже у меня, хотя я вообще не меломан. В одном из первых кругозоров фигурирует молодая певица тех лет Нина Бродская. Вот такая вот игра, игра судьбы. Нина, иди сюда, пожалуйста. Ну, скажите, пожалуйста, почему страну покинул ваши однофамилии, мы знаем. А вы-то почему? Ой, это трудный момент в моей жизни. Дело в том, что с 70-го года у нас был такой председатель радиокомитета Лапин. Да, конечно. Который велел всех черненьких убрать. Да, да, по вас видно вашу черненькую мазь. Да, и я, вот как раз я была черненькой, и мне моя подружка с телевидения, Танечка Гудкова, говорила, Нинуль, возьми, перекрасься, может быть, он тебя и не узнает. Но ничего не помогло. Десять лет я сидела в отказе, в смысле, в каком отказе, то есть мне не давали эфира. Я не могла работать ни на радио, ни на телевидении, и, конечно, для меня это было очень-очень тяжелым временем, и в связи с этим в итоге я решила покинуть нашу великую родину, к сожалению. Где вы сейчас живете? Я живу в Нью-Йорке. Постоянно? Постоянно. Я вас второй раз вижу за последние несколько месяцев. А я решила сюда переехать. Как вы на это смотрите? Ну, конечно, конечно. Вы меня принимаете? Вы знаете, почему-то это частное решение вызывает дикую радость. Михаил Михайлович, уж как вот стоило так вам в свое время печально уехать, чтобы так и замечательно вернуться. Так, во-первых, сюжет усложнился, и мы так рады вас видеть, как мы бы не были бы рады, если бы постоянно в свое время жили бы в Москве. Правда же? Ну, поддержите меня, если я не прав. Если я прав. Так что, Иван Иванович, ладно, теперь я с удовольствием. Я не вполне успел на то время, когда вы пели в оркестре Эти Рознера, но с удовольствием бы, если бы жил тогда, там работал бы, скажем, в конферансье, и с наслаждением объявлял бы, как сделаю это сейчас. Поет Нина Броско. Спасибо. Скоро осень, за окнами август, А дождя потемнели густы, И я знаю, что я тебе нравлюсь, Как когда-то мне нравился ты. Отчего ты так грустен со мной, Разве в августе сбыться не может, Что сбывается ранней весной, Что сбывается ранней весной. За окошком краснеют рябины, Дождь в окошко стучит без конца. Ах, как жаль, что иные обиды Забывать не умеют сердца. Не напрасно тоска тебя гложет, Не напрасно ты грустен со мной. Видно, по августе сбыться не может, Что сбывается ранней весной, Что сбывается ранней весной. Скоро осень, за окнами август, А дождя потемнели густы, И я знаю, что я тебе нравлюсь, Как когда-то мне нравился ты, Как когда-то мне нравился ты, Скоро осень. Недорога. Недорога.